Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Вероника. Сегодня мы с вами поговорим про лучшие французские парфюмы. Хотела назвать видео лучшие французские духи, так как именно указать на концентрацию духи. Но у меня не так-то много оказалось именно этого формата, этой концентрации. Но будут такие, знаете, очень насыщенные версии, которых мы можем вдыхать, вдохнуть и сказать, о да, это духи, настоящие французские духи. Конечно, здесь будут у меня такие, знаете, более современные парфюмы. В начале мы с вами познакомимся с таким вот нишевым брендом. Кто-то, может, знаком, кстати, напишет мне об этом. Но я открыла его для себя недавно и хочу с вами поделиться. А также, конечно, будет наша любимая с вами классика, такая признанная годами, уже веками. Ну, в общем, давайте не буду долго оболтать, и мы поскорее с вами начнем. Сегодня, кстати, хотела так надеться в таком стиле. Для меня вот эти вот риуши, знаете, как они называются, жабо, да, вот на блузке. Здесь плохо видно, отсвечиваю. Это для меня как-то ассоциируется с Францией. Не знаю почему, хотя блузка не французская. Специально посмотрела бренд, это немецкий бренд и пиджак, причем у меня тоже немецкого бренда. И вообще сегодня такая вся в немецком стиле. Но это вот такой вот у них уже винтаж. Мне кажется, в стиле таком каком-то французском почему-то, но не немецком. В общем, ладно, давайте опять отошла от темы. И мы начнем. Начать хочу с брендок. Я обещала показать и говорила, что заказала все очень крутые парфюмы. Я в восторге от них. Это французский нишевый бренд Juliette Matte. И называется первый парфюм Nea. Вот такая вот коробочка. 50 мл. И тут концентрация экстракт de parfum. Ну, можно сказать, что это духи. Духи у нас, как известно, более плотные. В них намного больше процента масел. Из-за этого они такие, знаете, чаще всего даже близко могут сидеть. Они очень стойкие. Они многогранные. Они звучат по-другому. В общем, вот это вот Nea, кстати, у бренда. Это популярный парфюм. Мне посоветовала с ним познакомиться одна женщина. Тоже, знаете, она как коллекционер. Живет в Алматы. У нас в Алматы, в Казахстане. И вот она мне прямо сказала, Вероника, это очень достойный бренд. Очень странно, что ты с ним не знакома. Я думаю, а почему я с ним не знакома? Как раз и собиралась сделать заказ на сайте rendezvous.ru. Как бы это сейчас банально не звучало. Я заказала именно этот бренд. Он там представлен. Цена не дешевая. Они стоили около 25 тысяч рублей. Ну, там, скидочка, то есть все, ну, как-то более-менее. Потому что я заказываю на крупную сумму. И когда применяешь промокод, конечно, это больше ощутимо. Это 10% скидка. Свой личный промокод. 10 НИКВ. Рекомендую. Используйте. И вы будете самыми счастливыми, пахучими и любимыми. В общем, вот так вот выглядит флакончик. Вот здесь матовое стекло. Здесь вот так вот выглядит такая вот жидкость. Красиво все выполнено. Качественно. Ну, знаете, чувствуется, что это не что попало явно. Давайте нанесем этот аромат. Знаете, мне его даже жалко распылять. Он такой необычный. Для любителей, конечно же, гурманики. Почему я его взяла? Ну, думаю, популярный. О нем хорошие отзывы. Так как мне именно его порекомендовали. Когда я его вдохнула, мне показалось, что, ой, что-то знакомое. Я вроде бы такое знаю. Знаете, и алкогольность, и пудровость, и какая-то, не знаю, такой вот аромат всего просто. Такой вот всех сухофруктов. А здесь у нас по пирамиде я вот себе взяла специально финики, гранат, артемизия, лист пальмы, черный перец. Кто любит перчик? Чернослив, дамасская роза, жасмин, самбак, карамель, ваниль, бобытанка, бензоин, кашмиран, амброксан, пачули и мускус. То есть вы понимаете, какая богатая пирамида у парфюма. Я говорю, для любителей. Вот этого всего сладкого, мощного, но интересного, это самый лучший гурманский парфюм, как по мне. Реально самый лучший. В настоящем таком, я не знаю, французском стиле, современном стиле. Ни на что он не похож. Его, кстати, сравнивают тут на фрагрантике. На какие-то там он парфюмы похож, не знаю. Вот на Ксержов один, на Ланком. У меня вот Ксержов есть, Ланком нет. Ну, вот как вы знаете, в общем, ну нет, не похожи. Это совсем другая история. Сухофрукты есть все. Вот реально. И финики, и чернослив. И при этом, здесь, знаете, где-то раз, как будто какая-то тяжелая пудра появляется. Такая, знаете, сладкая такая, бабах тебе вот так по голове. И ты думаешь, что происходит вообще? Потом раз, вроде бы нежный, сладенький. Вроде бы раз, конфетки. Да нет, не конфетки. Да что-то восточное. Но он такой красивый. Но выполнен, конечно же, он в такой вот очень французской манере, я бы сказала. Но яркий, яркий парфюм. Наверное, не для всех. Может, даже больше подойдет он на такое холодное время. Но я взяла, видите, как бы уже ближе к лету. Думаю, почему бы и нет. У меня холодная кожа, я его себе нанесла. Вначале он показался, ой, такой, да, приятненький. Потом утром начал расходиться. Он как-то играет. У него какие-то, знаете, с ним интересно с этим ароматом. Вот мне давно не было так интересно с парфюмом. Поэтому я долго не снимала вообще это видео, как получила, да, флакончики свои. Знаете, я пыталась их понять. Стойкость и шлейф, ну, вот колоссальные, реально. Если вы прям им обольетесь, то точно будет пахнуть весь ваш гардероб, там, если на верхнюю одежду нанесете. Это там, ну, прям факт. Потрясающий бренд. Я не знаю, почему о нем мало говорят. Девочки-блогеры, говорите об этом бренде. Я понимаю, что, ну, как, обо всем говорить невозможно. Есть блогеры, кто упоминал, конечно, об этом бренде. Ну, мало, все равно мало. У нас больше на слуху, да, и Чи все, вот это вот все такое вот модное. Ничего не могу сказать, ну, там вообще ценник намного выше. Правда, и объем больше. Но звучание такие, знаете, уже избитые. Все что-то напоминающее. А тут нет, ни на что не похоже. Вот даже в направлении вам сказать не могу, на что это будет похоже. Но это сладко. Это приятно. Сказать, что это понравится многим, ну, скорее всего, не оттолкнет. Это точно не оттолкнет. Поэтому я рекомендую к знакомству не только, например, этот парфюм, да, который НЕ называется, а также и другие их ароматы, потому что они потрясающие. Так, давайте его поставим. Следующий парфюм от этого же бренда, Juliette Matte. И он называется Stairway to Heaven. Если о парфюме НЕ, я знала, что он популярный, и его многие любят, вот, ну, прямо, что мне его рекомендовали, то этот я взяла только по пирамиде. Мне понравилось. И цвет флакона мне понравился. Посмотрите, он такой вот какой-то голубой, такой вот, знаете, как небо. Вот действительно, смотришь на него, в нем как будто должна быть и вода, и воздух, и вот такой вот прям какой-то завораживающий цвет. И пирамида тоже. Здесь есть мои любимые альдегиды. Сейчас прикреплю пирамиду и прочитаю. Как я уже и сказала, здесь альдегиды, сладкий апельсин, бергамот, гелиотроп, красные ягоды, корень ириса, болгарская роза, белый мускус, ваниль, порох, амброксан, кашмиран, ладан, пачули. Почему я зачитываю ноты? Потому что, когда ознакомлюсь с брендом, ну, можно сказать, я же его не знала, как-то, ну, мне интересно зачитать пирамиду вместе с вами, как-то ее разобрать. Ну, я, конечно, скажу свои ощущения от этого аромата. Вы просто, вот, сам факт, то есть, вы понимаете, да, глядя на пирамиду, что это что-то такое необычное. Здесь есть и корень ириса, и альдегиды. Он сделан, знаете, в каком-то таком Шанелеподобном направлении. Герлена, в таком классическом, знаете, Герлен. Он интересный. В нем есть воздух, в нем есть талая вода. Но это не типичный свежак, не смотрите на цвет, нет. В нем есть даже какая-то такая легкая сладость. Он какой-то не просто необыкновенный, необычайный. Такой вот парфюм, знаете, красивый. Реально, кто любит такую легкую пудровость, знаете, не похожую ни на что. Но это в то же время очень свежо, так звучит красиво. Я говорю, вот есть вот эта сладость. Ну да, тут и гелиотропы, и красные ягоды, да, вот корень ириса. Вот это вот как бы пудра, ягоды дают немножко кислинку. Но он тоже не, его не разобрать на пирамиду. Он звучит целостно. Он как-то вот раз выдает одно, потом вроде бы чувствуешь воздух, действительно свежесть, горы, вот что-то вот такое. Потом тут же он тебе напоминает, что ты девушка, не должна скакать по горам, вот это вот все, да. Не забывай, пудрочка, все дела, ты ухоженная, мадам. Вот он вот такой, вы знаете, под белую блузку. Да он под все, не знаю, мне кажется, у меня будет с ним однозначный запой. Если сравнивать Nea и Stairway to Heaven, то, кстати, взгляд в небо, что-то как-то перевод такой, извините, я это с English, так себе. Вот. То мне этот сейчас по настроению ближе, чем, например, вот этот аромат. Ну это, видимо, как бы пока так. Не знаю, как будет дальше. Маме понравился он больше. На ней он прям сразу такой на горячей коже, яркий такой вот этот, насыщенный. А этот более поспокойнее. Мне он нравится, как он на мне сидит. Мне кажется, вот он как раз-таки на весну будет в тему. Короче, кто ищет достойный парфюм, ни на что не похожий, то это сюда. И это, кстати, не реклама бренда. Опять повторяюсь, подумайте, что блогерам присылают. Нет, тогда бы была массовая рассылка. Вот была бы массовая рассылка этого бренда. Боже мой, я бы тут от счастья просто, не знаю, валялась на камеру, делала вот что скажут, честное слово. Потрясающий бренд. Французский, хороший, достойный. Вообще не ерунда какая-то. Забешенные бабки, как бывает, да? Нет, ну 50 миллилитров, конечно. Но нам с вами этого хватит надолго. Я вот уверена, кто-нибудь из вас тоже возьмет, поверьте мне. Следующий. Парфюм такой, знаете, французский, известный от бренда Guerlain. И это L'Appetit Rope Noir. У меня это концентрация духи. Вот так вот выглядит коробочка. Сейчас мы с вами достанем. Я храню в коробке их постоянно. Хотя можно и достать. Очень много места она занимает. Так вот это все выглядит очень красиво. Презентабельно. Бархатная подложка. Такая вот маленький флакончик. Он, кстати, всего 7,5 миллилитров. Я его сегодня, кстати, на себя наносила. Знаете, ну захотелось перед видео освежить память. Я же честно скажу, пользуюсь им редко. Мне жалко. Я его экономлю. Ну такой вот, знаете, мусипусечка. Действительно. Он, ну, он похож на L'Appetit Rope Noir. Вот именно версию в парфюме. В туалетную воду не путайте. Совсем другая тема. Нет. Здесь вот даже так слышно. Но он более плотный. В нем можно, ну, узнаваем, конечно, да, со стороны, кто им пользуется. Но он такой вот, знаете, шлейфовый. Я нанесла вот так на руку себе. Ну прям таким щедрым намазом. Я ходила по дому, я его чувствовала. Это один намаз всего лишь. Поэтому этих 7,5 миллилитров, ну, при такой коллекции, хватит надолго. Да даже если у человека несколько парфюмов и наносить его по каким-то там определенным, да, событиям. Что-то вот прям такой вот француженкой побыть в миниатюрке. Если помню, раньше продавались атомайзеры. Ну, не атомайзеры, а как запаски можно было заливать сюда. Ну, я давно не встречала. Покупала парфюм у девушки тоже коллекционера. Новый у нее был. Поэтому вот сейчас, конечно, их, ну, сложно найти. А может кто-то и продает. Как всегда, где-то кто-то что-то всегда продает. Вишня здесь, знаете, такая вот с миндалью. Очень насыщенно чувствуется. Он прям такой вот сладкий, он такой плотный. Вот он прям, я не знаю, мне кажется, он красивее, чем версия парфюм, чем версия интенс. Сейчас туалетная вода, она просто другая. И вот эти вот всякие хиппи-шик, там шмык, вот это вжик-вжик. Нет. Это другое. Они тоже по-своему хороши, но вот у этого есть какая-то особенность, свой какой-то шарм. Он реально, вот это вот, версии в духах часто звучат по-другому. Вот тут как ни крути, напишите у кого был. Я говорю, я все версии Лепетит Ропнуар продала. И оставила себе только туалетную воду. И вот этот парфюм, тухи, мне хватает, правда, вот так вот. Ну, даже если заскучаю, ну, может, возьму себе новинку. И то я зарекалась их больше не покупать, потому что они все похожи. То вот это вот отличается. Такое вот у меня, это уже как бы, ну, старый выпуск. Они, конечно, не винтаж никакой, но в плане, что не свежие, не свежие. Сейчас их, по-моему, не выпускают. Хотя, я не знаю, может, где-нибудь в Европе они и стоят в продаже. Напишите. Кстати, у меня часто смотрят девочки с Европы. Ну, в общем, вот эти вот, знаете, это как настоящие такие, знаете, французские духи. Ну, конечно же, уже в таком более современном, да, звучании. Потому что, ну, я Лепетит Ропнуар воспринимаю как современный парфюм. Следующий аромат у меня будет. И это, ну, знаете, без Диора вообще, в принципе, никуда. Это Миздиор Ле Парфам. Такая красивая у меня версия. Сотка прям обалденная. Как-то я уже снимала про этот парфюм, говорила, какой он прекрасный, какой он красивый. Это, конечно же, очень восточный амбровый парфюм. Вот именно для любителей амбры. Вот это, знаете, такой вот необычайный, который уже сейчас редко где встретишь. Сейчас какая-то халтура, а не амбра во флаконе. То вот это вот, да, восточный, сладкий, немного древесный, такой смоленистый. Он очень густой. Он не похож на Миздиоры 12-го года, там, 20-го, 21-го. Вообще не сравнивайте. Новинка, кстати, здесь тоже будет. Так как это концентрация прям, да, Ле Парфам, духи, я вот ее сюда решила взять. Это мощно. Сотка, конечно, это прям вообще, ну, какая сотка? Я вот вру вам нагло. 75 мл здесь просто кажется. Флакон, правда, огромный, как будто бы здесь сотка. 75 мл вот тут написано, да. Уже тоже снятость, к сожалению, но можно где-то найти и купить. У нас они уже все, ну, не продаются никак. Ну, это реально, знаете, такая вот классика жанра. Уже не стала брать Миздиор Шери, потому что я его как-то уже показывала. Мне кажется, этот ничем не хуже. Ну, они абсолютно разные, кстати. Мне кажется, вот новинку Миздиор 2024 года хотели сделать в стиле Миздиор Шери. И сейчас я вам покажу новинку. Это тоже хорошие духи. Я очень так, ну, отнеслась неблагосклонно, я бы сказала, да, к этому парфюму, к этим духам. Констрация, кстати, духи. Но они не обманули дело Франсис Курджан. Они не обманули с тем, что это очень стойко, это очень сладко, я бы даже сказала. И есть в нем немножко, знаете, нотка тех прежних Миздиор, вот как от Шери что-то взято. Но тут более какое-то вот это вот звучание синтетической такой клубники. Вот чувствуется, знаете, такая выжимка. Так вот эти вот, я не знаю, как в лаборатории сидели, вот эту вот создавали молекулу, вот эту клубничную, чтобы вот запихать сюда. Не знаю, я как будто, знаете, передвижу просто так, что они делали. Но, по сути, в шлейфе звучит классно. Вот реально, комплиментарно. У меня, когда подруга тестировала новинки, она эту новинку вообще заценила. Я говорю, ну, Диор, знаешь, у тебя она не понравится. Я ей нанесла, она говорит, да ну, классный. Вот так вот. Хотя, я говорю, у меня он сильно не впечатлил. Я ожидала чего-то большего, потому что Жадор меня в том году порадовал. Думала, Миздиор тоже прям удивит. Я думаю, они сделают что-то такое мощное, что-нибудь в стиле Le Parfum, чтобы было. Но нет, конечно, нет. Но это звучит как бы современно все равно. Но для кого-то, может быть, и это будет несовременно. Ну, по крайней мере, это такая, знаете, парфюмерная вода. Нет, это не парфюмерная вода. Это парфюм такой, ну, в принципе, для женщин постарше и для тех, ну, у кого, в принципе, вкус такой, кто любит Миздиора. Потому что для молодых девчонок, мне кажется, это вот Блюминг Букет, это вот прям туда пиончики, там розочки. То здесь такая очень насыщенная, плотная, цветочная пирамида с клубникой. Красивый парфюм, безусловно, не могу ничего сказать, что прям это фу, это совсем просто. Я ждала чего-то другого, а так, конечно, пользоваться я им буду. Но не с при большим удовольствием, нет. Не тянется к нему рука, я вас обманывать не буду. Дальше. Следующий парфюм. Ну, давайте я возьму опять же Dior, потому что, хоть я его и показывала, это Dior Poison, Christian Dior. Это у меня такая вот уже винтажная коробочка. Так вот все сохранилось. И зачем я взяла блота? Тоже наносится намазом. Как я боюсь, что они у меня испарятся. Блин, вы бы знали вообще. Я очень боюсь. Это вообще 15 миллилитров, ну, хоть побольше, не 7,5, да. Esprit de parfum здесь написано. Тоже их услышно уже так. Ну, это очень бешеный, насыщенный запах. Именно такой был у моей мамы в 90-х годах, там, ну, каком, в 98-м. Потому что я была совсем за плюхой. У меня даже есть фотография, где я сижу. И вот так с коробочка стоит, и я вот с духами. То есть вот прямо из детства, знаете, черно-белая фотография. Я к ним всегда тянулась, к этим духам. И хотела вырасти и купить все такие же. В итоге я нашла еще и такую версию. Женщина продавала и купила. Поэтому вообще я безумно рада. Это такая классика жанра. Это не для всех. Возможно, сейчас вот именно эта версия будет звучать чем-то вычурным и переборным. Вот реально взять туалетную воду, которая у меня есть, современная полозон. Это можно носить. Это нормально. Хотя у меня даже подружки на нее фугают. Ну, типа, о, нет, там чувствуется, что такое там старенькое. Для меня нет. Для меня он крутой. Он круче любой ниши. Любой. Вот реально. По своему изучанию. Это вообще любовь. Это густой аромат сливы. Миллионная пирамида. Повторять не буду. В общем, легендарный парфюм. Я считаю, его должны знать все. Носить, конечно, не обязаны ли покупать. Это да. Следующий. Ну, давайте немножко так. Тут, конечно, вообще любимчики. Надо их убрать. Сейчас я повалю. Ну, и давайте такой современный. Я бы сказала, хоть версия Eau de Parfum. Это у меня Intense версия Libre. И в Saint Laurent. У меня есть версия Platinum, которая того года новинка. Я не стала ее брать. Все-таки я поняла, что вот версию Intense я люблю больше. У меня вот эта тридцаточка. Я ее обожаю вот именно в тридцатках. Хотя высокий флакон. У них тоже красивый. Но вот это вообще прелесть. Вот это вот, да, вот как все сделано. У меня вот есть тоналка, туши. Saint Laurent тоже с такими же, да, буквами. Их YSL. Мне прям нравится. Вообще, я YSL терпеть не могу, когда-то говорят. Знаете, вот нахапывалось тоже вот это вот у блогеров. Ваниль, лаванда. В нем есть, знаете, что такое мягкое, что такое приятное. Даже слегка освежающее. Но это лаванда дает такой эффект. Лаванда, да. Ну, для меня это, кстати, вот один из самых комплиментарных парфюмов. Кстати, когда я снимала, я, по-моему, забыла его сюда включить. Мне девчонки часто делают комплименты на него. Парни как-то, ну, особо не делали. Но вот девчонкам всегда нравятся. Особенно на улице, если мы вместе идем, они, ой, что за парфюм. То есть вот так вот реагируют на Libra. Это Saint Laurent, именно версия Intense. Версия туалетной воды неплохая. Классический парфюм тоже хороший. Но Intense мой любимый. Хотя тех версий тоже не отказалась. Кому не надо, можете отправить. Вот. Ну, вот я говорю, как-то платина у меня так не зацепила. Мне там вот что-то мешает в этом платином. Не знаю, как-то подбешивает. Тут эта вот версия такая очень яркая. И тоже чувствуется вот это, знаете, ну, Франция. Франция на максималках, ну, такая уже современная, я бы сказала. Но характеристики у него действительно такие, как будто бы это духи. Следующий. Парфюм. Это у меня, давайте, Saint Laurent. Это у меня Belle Opium Eclat версия. И просто Belle Opium. Вот. Два таких вот красавчика у меня есть. И это и та версия Eau de Parfum, насколько я помню, да. И вот, знаете, мне кажется, это вот лучшее, что когда-то было у Yves Saint Laurent. Да, Libra, понятно, все хорошо, но не то направление. То вот эти вот опиумы, ну, это потрясающе. Матовое вот такое вот стекло. Не знаю, на просвет он прям фиолетовое, какое-то синее, красивое. Ну, вот вам вообще, ну, фигня, кажется. На металлампу светит, я вижу его на просвет, какой он красивый. Это восторг. Это, я не знаю. Да, здесь есть какая-то, то есть, ладанность такая легкая, амбровость. Я не знаю, что добавляли тогда в эти парфюмы. Почему они такие стойкие? Я не знаю, почему у них такой огромный шлейф. Это, знаете, не что-то такое вот интимное при себе. Это очень богатый такой прям парфюм. И вот эти вот все новые опиумы, да, у них тоже вышли. Они, там, вот это кофе, шоколадки, там, всякая ерунда. Ну, тоже хорошо, но по-другому, да. То есть, это вот звучит очень женственно, восточно, но не арабский, вот, знаете, вот так вот, который заявляет о себе. Это для девушек все-таки со вкусом, кто вот действительно любит вот такое вот восточное, ну, немножко, да, ладан здесь чувствуется, но он такой какой-то мягкий, он даже заслащивается. Это интересный очень аромат. Поэтому Бель опиум, конечно, тоже уже снятость, но их можно найти. Я новый купила, кстати. Я нашла, прям в слюде был купила. То есть, вот, пока они есть в моей коллекции, я не знаю, честно, буду я их продавать или нет, пока не тороплюсь вот их именно продавать. И, кстати, мне много их то хотел купить. Я говорю, блин, что-то я сомневаюсь, продавать или нет. И мне все пишут, правильно, что сомневаетесь. Потому что, да, скоро они действительно будут уже, сложно так будет их найти, тем более в хорошем состоянии, да, я брала, ну, новыми, можно сказать, запечатанными. У кого-то на складах остались еще. В интернет-магазинах тоже можно поискать на том же сайте Рандеву, но ценник вас очень-очень удивит. Потому что, кстати, они разные. Вот эта версия Эклад, она, как сказали мне, более еще редкая, она лучше, она ярче. Здесь, вот знаете, чувствуется какие-то... Что-то гурманское. Не знаю, шоколадно, какие-то орешки, вот что-то такое в нем есть интересное. Ммм, он прям классный, знаете, вот такой вот. Он повеселее звучит, чем вот версия классическая Belle Opel. Тоже очень-очень крутой профил. Он у меня, кстати, появился первым, потом я уже нашла тот. Вот. Так что вот такие вот еще французские духи. Ну, со мной, я думаю, никто не поспорит, что это фигня, а не парфюм. Я думаю, не поспорите. Ну, давайте из Givenchy я решила выбрать Ангелы и Демоны от De Parfum. Огромная просто коробка такая. Вот. Я сейчас часть парфюма храню в коробках, часть нет. Как бы, не знаю. Неудобно, если честно, в коробках хранить все это. Забываешь про эти ароматы. Для меня же Givenchy, Ангелы и Демоны, вот именно эта версия, у меня их очень много различных версий, они по-своему все интересные. Там, звали, знаете, вам и липа, и цветение, и кактусы, и камыши. То это, вот, он, знаете, тоже ни на что не похож. Вот он самопытный. Он не похож на версию, там, Лю Сикрет или еще что-то такое, да. Мне кажется, это самая удачная версия. Да, она такая женская больше. Ну, вот, я понимаю, женская, это такая, для женщин повзрослее не все будут такое носить. Но, правда, мы профлюбители будем, а люди нет. Вот мои девчонки такой парафюм не поймут. Девчонки, да, вот уже тоже 30 с чем-то лет они все девчонки, понимаете им. Подавайте им там что-нибудь полегче, повеселее. Его сложно разобрать на ноты. Он, как флакон, так он и выглядит. Знаете, какой-то он такой вот вечерний, нуарный, я бы сказала, да, вот такой какой-то темный, такой какой-то плотный, такой сладковатый. Ну, ни на что не похоже. Это почерк Живанши, вот именно в этих ангелах и земонах, он свой. Лю Сикрет тепло проще, конечно, версии. Но так, да, тем самым про чай парфюмы, вот у них, которые есть, а вот это вот что-то совсем другое. Вроде бы есть дубовый мох, как в шипрах, да, но я не могу его назвать каким-то шипром, нет. В нем есть цветочность, лилия есть, в нем есть также шафран, который сейчас, да, популярный, часто его добавляют. Но это все звучит по-другому. Диплом даже чабрец, что-то такая, трава какая-то вот есть. Звучание действительно необычное. Это интересный парфюм, и я считаю, это действительно по-французски хорошо сделано. Следующий парфюм я взяла Lancome. Честно, я долго думала от Lancome какой парфюм взять. Я взяла версию, которая у меня есть, этот Resort In Love Le De Parfum. Потрясающий парфюм. Знаете, он в таком вот каком-то мягком, романтичном, французском, парижском, наверное, стиле сделан. Знаете, какая-то вот такая вот розочка, вот это вот все. Но я думаю, его знают многие. Цветы, персики я чувствую здесь. Вот прямо, знаете, что-то мне напоминает от классического Trezor, который в пирамидке идет. Первый. Даже вот какие-то что-то вот такое вот от него есть. Но нет, он звучит как-то по-современе. Такая какая-то мягкая розочка, пудрочка. То есть такой вот очень-очень красивый, романтичный аромат. Вот. Кстати, мне кажется, скоро их тоже уже не будет. Так что Trezor In Love я считаю достойный такой французский парфюм. Не знаю, почему-то его решила выбрать из Ланком. Лавиа Бейт можно было взять, но как-то, думаю, нет. Она чересчур роковуха такая, сладкая, жизнь прекрасная. А вот это как-то поделикатнее, по-французскому звучит. Ну и остается у нас напоследок парфюм, который я часто показываю. от Шанель на самом деле. Я бы могла сейчас здесь, я бы могла взять Коко Нуар, я бы могла взять, я бы еще могла взять, не знаю, Мадемуазель, что мы там есть, какие-то лёжки. Но я взяла классическую пятёрку, ну, потому что это поистине признанные во всём мире крутые тухи, версии, конечно, от Eau de Parfum. Я бы себе хотела, кстати, пятёрку именно в духах. И она продаётся даже на том же рандеву, и часто я вижу и девчонки там продают коллекционеры. Ну, кстати, цены на них капец. Вот эта версия мне очень нравится. Она похожа с классической версией de Parfum. Как-то уже говорила, но повторюсь, например, за красный флакон гоняться не обязательно. Можно купить обычную версию, я думаю, она вас там не расстроит. Ну, как будто помягче. Здесь какая-то прям такая вот цветочность, да, вальдегидах, вот этих вот их фирменных, да, пятёрки. Ну, вот как-то она поинтереснее. Я сейчас безумно полюбила пятёрку. Обожаю просто её. Вот я не знаю, вот я нанесу на себя. Раньше я вообще её не понимала, фукала. Сейчас я буду с гордостью идти с поднятой головой головой вот так, что на мне Шанель номер пять. Не знаю, вот доросла девка называется. Дорвалась до Шанель номер пять. Не все до них дорастают и не надо, потому что это очень на любителя аромат. Когда, знаете, раньше смотрела блогеров, и они там, когда я ещё не была у меня канала, я была как зритель, что же, когда-то была просто зрителям. Я думаю, господи, что вы эту пятёрку хвалите? Знаю я эту пятёрку, ну ужасный аромат, господи, думаю, ну нет. Действительно, со временем, когда я начала уже парфюмы покупать пятёрки, по-моему, Лё купила вначале, потом премьерную версию, потом всё-таки взяла эту, ещё туалетная вода у меня была. Вот я много раз продала, вот это у меня осталось, примерка и Лё. Их я ни за что никогда не отдам, я хочу, чтобы они у меня были всегда, потому что они классные. Вот, даже можно всех по сотке взять, потому что Шанель, это круто, это на все времена. В общем, такая сегодня получилась подборка, начала снижа, закончила такой вот классикой, мировой, известной. Ну, в моём понимании, французский парфюм, вот он вот такой, он должен быть таким, да, сюда можно было много чего ещё добавить, честно сказать, я много, что мне нравится в моём парфюмерном шкафу, но вот эти парфюмы какие-то вот они избранные для меня. Ну, и начала, конечно, с новинок, потому что это новые парфюмы у меня, и решила как раз про них вам рассказать. В общем, спасибо вам большое за просмотр, напишите, что для вас французские духи, ваши любимые французские духи, не надо мне писать испанские, итальянские, португальские, швейцарские и так далее, только французские. Вот, Men in France, всё. Спасибо вам большое за просмотр, всего вам хорошего, и до скорых, скорых встреч, с вами была я, ваша Ника в парфюме. Всё, пока. Субтитры сделал DimaTorzok